Всем добрый день. Не особо много есть что сказать. Я знаю, что все получили очень ценное учение кирпачей. Для нас важно держать наше здоровье в хорошем состоянии для того, чтобы мы могли совершать и реализовать нашу практику. Для этого я пытаюсь рассказать, как мы можем жить в целом и реализовать нашу практику. В целом, мы говорим о пауке исцеления. В целом, мы говорим о пауке исцеления. Один, мы хотим помочь людям, чтобы защищать здоровье, чтобы оставить здоровье, чтобы оставить здоровье. И второй, если что-то происходит со здоровьем, как мы можем вылечить это здоровье? Итак, это две цели – это основные цели любой медицинской науки. Точно такие же цели и у тибетской медицины. Когда мы говорим о тибетской медицине, много людей думают, что рудрость тибетской медицины может быть из Индии. Часто бывает, когда мы говорим о тибетской медицине, у многих возникает представление, что корень тибетской медицины находится в Индии. И также многие люди думают, что рудрость тибетской медицины должна быть в Китайской. Таким образом, рудрость тибетской медицины в Тибете. Я не говорю о том, что другие знания других стран не оказались в Тибете. Но цели, как у тибетской медицины, так и у тибетской медицины, одна. Мы работаем с одним телом, с человеческим телом, с заботой, и о том, и так далее. Тибетская медицина основана на теории пяти мероприятий. Тибетская медицина основана на теории пяти мероприятий. Таким образом, когда мы говорим о том, что в тибетской медицины есть три. Мы называем это длинные дистанции и длинные дистанции. Таким образом, мы называем это длинные дистанции и длинные дистанции. Таким образом, эти три дистанции делятся на две части. Первая часть – это отдаленные причины, вторая часть – это ближняя причина. Таким образом, это длинные дистанции. И отдаленные причины являются три одномуа. Это привязанность, гнев и нелетие. По-тибетски, это лунг, трипа и пейкань, а в переводе это звучит ветер, жерч и слизь. И вот это мы называем причиной заболевания. Когда мы говорим об условиях заболевания, это те обстоятельства, при которых мы становимся заболеванием, то есть, что происходит, когда мы заболеваем. Таких причин, или точнее, условий, оказываются четыре. Первая условия – это время года. Как, например, при смене времени года происходит какие-то изменения в здоровье человека. Вторая условия – это провокация. Вторая условия – это провокация. То, о чем говорилось сегодня. Третья условия заболевания – это диета, питание. И четвертая условия – это провокация. И вот эти четыре обстоятельства мы называем условия заболевания. И вот эти четыре обстоятельства мы называем условия заболевания. И когда мы чувствуем, что что-то происходит не так, тогда мы говорим, что мы больны. Тогда, когда мы собираемся заболевания, и тибетская медицина насчитывает четыреста четыре заболевания. Это не значит, что тибетская медицина признает лишь четыреста четыре заболевания. Мы выделяем на основе причин и условий. The first 101 disease we call is conditioned by diet and behavior. Первое сто одно заболевание мы считаем заболеванием во причине питания и образа жизни. We consider it a minor disease. Это не главное заболевание. И если кто-то в такой ситуации обратится к медицине и может выздороветь без лекарств, тоже это возможно. Например, если у кого-то простые, несложные боли в животе. Такое заболевание мы считаем как серьезное заболевание. Когда мы говорим, что физическая заболевание, то это не значит, что тибетская медицина не может вызвать. А другой заболевание заболевания. Тибетская медицина начинает физическое, и психические заболевания. а также что не относятсяệ Guayaquilойhas . Также что significa, что тибетская медицина не узнает правительство гиперства. Да, мы объясняем очень хорошо, как функционируется, как функционируется, как функционируется, как функционируется. Как мы считаем, что тело и лечи находится в неразрывном взаимозависимом отношении. Для того, чтобы функционировать что-то одной из них, например, физическое тело, вовлекаются в это и ум, и энергия. Если вдруг эти три разделяются, то мы не знаем, что мы делаем в нем, а то мы делаем в неразрывном взаимозависимом. Итак, эта 101 болезнь, мы говорим, это физическая болезнь, которая также включает в себя и ментальную болезнь. Итак, эта 101 болезнь, мы можем быть тренированы, изменяя диеты, изменяя действия, и также принимая какие-то медики. Также определяется еще 101 болезнь по влечению кармических болезней. Итак, есть определенные болезни, которые мы верим, мы считаем, что существует некоторая разновидность болезни, болезни в горле, которых уходит в ночь лука. Да, можно принимать определенные лекарства, но часто они не помогают. И в таких случаях считается, что это какие-то больнические долги, которые нам необходимы быть. И тогда мы обращаемся к практике, а также принимаем определенные лекарства. То есть, какие виды практики мы должны делать? И также есть очень хорошая объяснение о диагнозе, какой тип симптом может быть корреспондентность и при каких симптомах и при каких видах кармических привокаций нужно выполнять какие виды практики. Таким образом, в основном, в церкви мы пытаемся сделать другие вещи, пытаемся сделать другие вещи в жизни, пытаемся сделать генерозность, пытаемся сделать физические привокации. Таким образом, это не так. Это могут быть в целом, но самые простые практики, как благотворительность, желание помочь другим, спасение жизни других существ или простые физические чистительные практики. И последние 101 заболевания мы называем болезнь от провокации. Когда у нас происходят какие-то провокации, в тибетской медицине мы называем это дердун. Также в тибетской медицине мы называем это дердун. То есть болезнь от провокации. То есть болезнь от провокации. И если с нами случилась такая болезнь, симптомы в основном проявляются как симптомы ментальной заболевания. Буквально дердун приводится как проявление чего-то. Проявление не ради чего. Что вообще показывает? Провокация показывает своё свою свою собственную характеру и свою приводу. Может быть, у кого-то из вас уже опыт работы в встрече у ментальных институтов. Или, может быть, кто-то из вас находится с психозом и так далее. Может быть, кто-то работает психологом. И вы знаете, как работают с больными питаниями. Как вы знаете, как они выглядят. Некоторые 24 часа смотрятся. Их все на свете смешит. Некоторые из них круглые сутки не дают, без включения. Некоторые из них знают все чистить и лить каждую скулу. Некоторые, наоборот, живут как свиньи и очень нравятся быть грязными. Почему они делают все эти странные вещи? В Тибетском медицине считается, что когда они себя так ткану вернут, это значит, что те духи, которые им провоцируют, проявляют через свою природу. По этой причине, мы называем это заболевание Дюне, то есть те болезни, которые показывают свою природу. Так что, когда у вас есть такой заболевание, то вы можете взять какую-то медицину, чтобы держать себя спокойно. И если вы поглядились с такими заболеваниями, тогда вам необходимо находиться в спокойном состоянии и вам необходимо помощь. вам необходимо сгалансировать при жизни до начала. Но, в то же время, необходимо совершать определенные ритуальные практики. Некоторые из них являются глупыми практиками, некоторые — дневными практиками, некоторые — нейтральными. некоторые — это очень важные практики, которые позволяют делать в том, что они могут быть в состоянии и в том, что они могут быть в состоянии. Некоторые практики делают подношения в мя, супруге и других объектах. Некоторые подносят полученные продукты, сладости. И вот каковы бывают четыре типа заболеваний. Почему мы делим эти болезни на четыре категории? Некоторые виды болезни мы стараемся лечить с помощью лекарств, но это не помогает. Иногда вместо улучшения выступают только улучшения. Например, какие-то кожные высыпания. Это выглядит, как простые довольно кожные высыпания. И мы можем выносить какую-то мазь и посещаем дерматолога. Но в результате болезнь улучшается. Теперь, что мы должны сказать? Мы должны сказать что-то. Нам же надо что-то сказать. Потому что ответственная ответственность — это заболевание может быть не принято к трефюму. Эта ситуация заболевания может быть как нама. В тибетской медицине считается, что такого рода заболевания возникают не по причине трех расстройств и трех жизненных началов. Они возникают от нага. Симпули, you do, нага практики can be resolved. И если вы будете делать практики, посвященные нага, возможно, у вас будет хороший результат. Или какие-то кармические болезни. Например, если вы должны какие-то деньги, и вы не хотите их отдавать, прячете. В таком случае лучше всего прямой встретиться с этим человеком и постараться выплатить его свой долг. Если вы не можете телефон, то хотя бы через какое-то время, или хотя бы частями, на месяц, то есть гост выплачивать эту сумму. Это лучше всего. И то же самое происходит с кармическими болезнями. Это значит, что вам не хотят получить долги, которые были сделаны, возможно, в прошлой жизни. Если вы пытаетесь взять медицинскую медицину, то есть она у вас будет, если вы хотите получить медицинскую медицину, то есть она у вас будет еще один человек. И сколько бы врачей вы не посещали, вы обращаетесь к хирургам, к заберной медицине, к тибетским докторам, к китайским докторам, к медицине. Вы только теряете время. И теперь, поскольку мы видим, что у нас очень много разновидностей и категории болезней, нам необходимо научиться и определять, мы обращаемся к диагностики. И в тибетской диагностике насчитывается 38 видов диагностики. И они делятся на три категории. Это осмотр и основная осмотр в внешнем человеке, глаза, язык и самоклание в очах. Второе – это ощупывание. Мы можем и все тело ощупывать, но главное – мы смотрим пульс. И третье – это вопрос. Мы можем задать тысячи различных вопросов, но в целом выделяются несколько важных вопросов. Мы можем задать вопрос о причине заболевания. Мы задаем вопросы, чем человек питается, какой он в жизни ведет. Почему мы задаем вопрос о том, что питание и образ жизни – это особый вид поддерживания тела за счет еды? А также мы задаем вопросы относительно места расположения заболевания, симптомы и так далее. И вот так в целом выглядит диагностика. И с помощью диагностики мы предупреждаем решение, какое лечение принимать. Когда дело находит в лечение. Когда дело находит в лечение, насчитывается 38 лет в лечении. И в целом 4-5 годы. Первое лечение – это питание. Второе лечение – это поведение. Третий вид лечения – это лекарство. И четвертое лечение – это внешняя процедура. Например, если у вас какие-то незначительные заболевания, вы можете скорректировать питание и заболевание. Если у вас заболевание более серьезное, то вы можете скорректировать питание, а также образ жизни и заболевание тоже обратим. Тогда, если у вас серьезное заболевание, тогда требуется принимать лекарства. Если у вас действительно очень серьезное заболевание, тогда требуется принимать лекарства. Итак, пример. Прежде чем приступить к лечению кого-то, необходимо выяснить, каково его состояние. Как я сказала раньше, тибетская медицина основывается на теории пяти первой элементы. Как в тибетской медицине, так и в буддизме считается, что вся внутренняя природа и внешняя природа, все, что будет изнаружи, основывается, состоит из пяти первой элементов. Мы считаем, что существует других элементов, кроме этих пяти. Мы считаем, что не существует других элементов, кроме этих пяти. и сегодня утро будет почти так же об этом. Итак, когда мы говорим о том, что такое пять первых элементов, это земля, это земля, вода, огонь, ветер, и пространство. И вот эти пять элементов мы называем пятью первой элементов. Когда мы считаем, и мы думаем, что это пять элементов это либо в отчет, либо в доставке, либо что-то с ним случилось еще. Вы знаете, что земля тяжелая. По проще говоря, вы знаете, что земля тяжелая. Вода тяжелая и жидкая. Вода тяжелая и жидкая. Огонь горячий и легкий. Ветер легкий и подвижный. Если ветер объединяется с холодным, он становится холодным, если ветер объединяется с горячим, он становится горячим. И, например, если включен традиционер, то поступает воздух. Также, когда ветер объединяется с холодным, то тоже идет воздух. И, таким образом, только сказать, что ветер какой-то, он подвижный. А также, когда мы на его произведение чего-то говорим, что он нестабильный, как ветер. И, если элемент земля работает и функционирует правильно, то это придает нам спокойствие, устойчивость, а также физическую силу и структуры. Если элемент земля оказывается в избытке, то тогда мы становимся тяжелым, слепым, лень. Лень проявляется как на физическом таком. И, если элемент вода находится в хорошем здоровом состоянии, то наша тело мягкое, уважненное. И, если элемент вода находится в избытке, то возникает взблотие, отеки, и также различные виды отеков. И, если элемент вода находится в здоровом состоянии, то это нам дает правильное пищеварение, и тело в нормальном состоянии температуры. Активная, целеустремленность, или физическом таком или в нормальном состоянии. Активная, целеустремленность, или в нормальном состоянии. Активная, целеустремленность, или в нормальном состоянии. Активная, целеустремленность. Активная, целеустремленность. Но, в нездоровом состоянии. Активная, целеустремленность Время, если мы становимся излишне легкими. Мы не можем спать. Мы можем не сфокусироваться. А также у нас возникает пунктальная расстройство. И пространство – это пространство. Итак, если мы желаем поправить время равновесия, то когда мы узнаем, что Земля – это тяжелое, и у нас больше тяжелое, и у нас больше тяжести, чем нужно, то тогда нам нужно принимать какую-то пищу, по крайней мере, приготовленную. Тибетская медицина, мы говорим, в истории, мы объясним, историю Тибетской медицины. Мы говорим, первая болезнь – освоение, и первая медицина – половина. Это не значит, что в Тибетской медицине выделяется только одном заболевании, а одно лекарство. Но нисваление является домом во всем заболеваниях. В Ко Чандра специально говорится, что «Конекубик гюрюмашуниф». Таким образом, единственным разрушителям это тяжелое, тяжелое антидокое, тяжелое нигде, И если не сварение тяжелой природы, то противоядием к тяжелому является легкое качество, и если вы будете пищу готовить, то она станет более легкой. Если мы говорим о желудке, в целом у нас двадцать органы, и все из них очень важны. Но желудок является котлом. Не важно, кто мы являемся, мы все зависимы от людей. Мы все нуждаемся в здоровом теле, а тело нуждается в людей. Без золота и серебра мы можем выжить, а без святых мы не можем выжить. Когда мы едим пищу, где вам вообще вываливается? В желудке. И для того, чтобы получить пищу, нам необходим котел. Чтобы приготовить пищу, нам необходимо очаг и котел, а чтобы правильным основанием отпитать и выстраивать свое тело, нам необходима правильная обещанительная система. И для того, чтобы приготовить пищу, нам необходима огонь. Так же, для желудка необходима пищеварительная область. Как мы можем поддерживать пищеварительная область? Итак, в последние несколько минут мы пытаемся сделать пищеварительную область. И мы стараемся составить список, как правильно содержать пищеварительную область. Пищеварительная область. Это необходим для любых людей, для пожилых, для молодых, мужчин и женщин, для всех. Когда мы говорим о питомнице, может быть, ваша понимает, что это только когда мы едем на пищеварительном огне. Возможно, когда мы говорим о питомнице, вы думаете о том, что мы съели пищу, и она прошла во всего питомнице, и она выйдет из нас в планете. Но в тибетской медицине пищеварительный процесс рассматривается не так, как проходил изо рта и до другого отверстия. Но в тибетской медицине у нас нет времени для того, чтобы объяснить все это. Но если поговорить просто о нашей кухне, мы покупаем новую посуду. И тогда, слепенько, слепенько, либо будет старше, или будет старше, либо вы используете слишком часто, или слишком много. Либо вы, если не аккуратно обращаетесь, и тогда вы тоже теряете свой путь. И с нашей кухонной территории у нас возникает много различных причин, которые мы должны испортить. И так же происходит с нашим пищеварительным образом. Во-первых, мы стареем и наша пищеварительная система становится слабее и слабее и нормальной. А также если мы поддерживаем неправильного образа питания, например, мы переедаем или едим неправильное количество пищи или неправильное... или мы едим несочетаемую пищу или неправильное. Итак, существует несколько причин, которые мы можем убедить пищеварительного пищеварительного пищеварителя. И как мы можем его защитить? И как мы можем его защитить? Каждое утро перед завтраком Вы пытаетесь выпить стакан с чайной ложкой кипятка с четвертью чайной ложки еды. Почему утром перед завтраком Почему утром перед завтраком И ночью, приплесить и в поначалке, пока мы практически переварили то, что съели на ужин Желудок очень тяжелый. Желудок отдыхает довольно долго. И во время покроя, в желудке скапливается достаточно много слизи. Если у нас есть excess нукруса в желудке, то желудок становится тяжелым. И когда попадает пища, то трудно ей больше нереться. И это одна из причин, которой ослабевает пищеварительное оружие. Итак, утром и кипяток вычищает эту слизь. И сила меда Заключается в том, что он поглощает эту слизь. Не только в желудке, но и в дыхательных путях. И по этой причине мы рекомендуем пить вон стакан кипятка с четвертью или половиной чая дорожки вода. И кипяченая вода становится тяжелым. И такой наглядный, И так же кипяченая вода становится тяжелой стороной мелкой. И этим помогает лечить холодное и тяжелое заболевание. Также, льда, это горячее и легкое. В целом, люди, страдающие диабетом, или заболевание почек, мы говорим, что мы не рекомендуем сахар, сладкое. Но мед – это другое. Я не говорю, что если у вас диабет в общем-то. Также, в другом случае, следуйте. Но, проще говоря, мед лучше, чем сахар. И другой, по чашке горячей воды, с медом. Мы говорим, что нужно пить после ужина. Почему после ужина? Это помогает, что мы едим, что мы едим. Это помогает делать любую вещь, которую мы приняли. И помогает почерой. Таким образом, это одна простая вещь, которую вы можете все делать. И также, если вы беспокоитесь о лишнем весе. И также, мы говорим, что кипяток с медом помогает потерять вес. Мы тоже считаем, что кипяток с медом помогает потерять вес. Если мы хотим сделать что-то более серьезное для профилактики. Когда вы готовите пищу, вы можете добавлять немного кардамона и бирянда. Кардамон – это теплый, теплый и грубый. Таким образом, если мы потеряем веса, или мы беспокоимся веса, то он разрушает вес. И если мы потеряем весы, причиной несваления является тяжелой свойствой. В таких случаях помогает ловить, потому что он тёплый. Качественное тепло помогает растопить курорт, а качественная долгость помогает расшевелить слизь. И кардамол тёплый, яркий и лёгкий. Таким образом, мы считаем, что это особенно хорошая лепарство. Таким образом, когда мы готовим в еду, мы можем добавлять эти специи в еду, и они хорошо служат для вас. Это второй очень простой способ, как поддерживать пищевое телевое 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 телевое. Третье, что мы можем сделать, когда мы едим любую противную пищу, после такой еды, мы стараемся удостовериться, что у нас есть какая-то кипятка с небольшим количеством соли. Соль, когда мы добавляем в пищу, во-первых, потому что еда становится вкусным, а во-вторых, соль обслуживает легко готовить. природа соли горячая и острая и это помогает быстрее готовить и для человека среднего возраста в состоянии сезон или если время года горячая и тепло или если есть какие-то проблемы с желчью и награды то тогда не стоит использовать соли очень много еще одно Еще одно. Такие способа для того, как мы можем защищать свой желудок. В тибетской медицине есть такое слово «мен», «мен» – это лекарство. А также это означает «польза». То есть, та польза, которую мы можем привнести к ментальному и физическому телу – это называется «мен». Например, это чёрт практика. Так что, сегодня утром Непачев говорил о том, что Маликпа – иннорент. Иннорент – это другое. И он имел другое. Вот, поэтому он утром, Непачев говорил о том, что Маликпа является корнем всех заболеваний. Так что он хотел сказать, что младить невиденье является корнем всех заболеваний. Так что, он может найти корнем из-за природы. В медицине говорится о том, что неведение является новым заболеванием. Как физическое, так и государственное заболевание. Таким образом, в практике учет это означает отсечение. Отсечение чего? Отсечение нет. Каким-то образом мы отсекаем неведение и тем самым отсекаем полный заболевание. И если у нас есть какие-то заболевания от провокаций, то практика в таких случаях является наименьшим лекарством для действия, да еще предоставленной расстройств. Таким образом, это мое простое введение в тибетскую медицину. Тибетская медицина очень большая. Тибетская медицина очень глубокая. Если она очень широка и глубокая, это значит, что мы не можем ее освоить, но это будет время. Таким образом, в тибетской медицина очень глубокая. Спасибо.